Ну вот это были такие новости. Ну а самая главная, конечно, новость прошлого года, такой своеобразный новогодний подарок, это принятый федеральный закон 27 декабря 2018 года, 498 ФЗ номер, об ответственном обращении с животными о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законы этого ждали очень давно, его ждали более 8 лет, он несколько раз действительно были чтения, было внесено огромное количество поправок, проведены всяческие общественные обсуждения, ну и даже не дождавшись этого закона, вы помните, что мы в Ярославской области приняли свой областной региональный закон тоже о содержании собак и кошек в Ярославской области, потому что проблема была, проблема была действительно очень серьезная. И все надеялись, что вот этот федеральный закон, и когда даже мы региональный свой принимали, мы говорили, ну вот сейчас, сейчас примут федеральное законодательство, мы все подкорректируем и заживем. Но, видимо, вот эта вот фраза «хотели как лучше», а «получилось как всегда», она действительно, она действительно вот вообще неиссякаема совершенно и касается всех сфер нашей жизни, и, к сожалению, то, что получили, оно не просто решило проблемы какие-то, которых мы ждали, оно еще больше запутало. То есть получился такой просто уже вот сложнейший клубок проблем, но если раньше мы могли эти проблемы каким-то образом решать на региональном уровне и говорить, ну вот нет, у нас федерального законодательства, поэтому решаем как можем, и эти решения все-таки были продиктованы какой-то логикой, целесообразностью и чем-то еще, чтобы эту проблему решить, то теперь при наличии федерального закона, который все усложнил, это будет сделать очень сложно. То есть теперь, собственно, вот уже сегодня 14 число, закон вступил с 10 января, большее его положение, то есть большинство из нас, кто содержит домашних животных или каким-то образом соприкасается с безнадзорными животными, я говорю еще старой терминологией, вот все эти люди оказались уже буквально вне закона. Поэтому, если позволите, я немножечко остановлюсь на некоторых положениях этого закона, чтобы все-таки вот проанализировать их, и может быть с вашей помощью или в следующую передачу мы сделаем эфир, чтобы наши радиослушатели подключились. Если время останется, мы можем уже сегодня пару звонков сделать, посмотрим. Сегодня, да, но я боюсь просто, что сегодня мы не успеем, потому что те, кто уже успел ознакомиться с этим законом, должно пройти какое-то время и увлечься эмоцией, потому что это просто не поддается. Ну, начну с хорошего. Говорят, всегда надо сначала начать с хорошего, а потом уже критиковать. Что хорошее? Хорошее действительно это то, что самое главное в этом законе это нравственность и гуманность. То есть к этому мы давно шли, мы действительно хотели относиться к животным. Кстати, животные в этом законе обозначены как существа, которые обладают эмоциями, что с биологической точки зрения немножко странновато. Ну, ладно, пусть будет хотя бы так, да. Пусть будет так. И новым законом, в частности, установлено, что обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности, как существами, как я уже сказала, способными испытывать эмоции и физические страдания, а также ответственности человека за судьбу животного. Установлены полномочия федеральных органов государственной власти, субъектов федерации, полномочия и права органов местного самоуправления в области обращения с животными. То есть то, чего нам не хватало. Вот другое дело, какие это полномочия, сейчас мы посмотрим. Не допускается содержание и использование животных, запрещенных к содержанию. Это будет еще какой-то отдельный соответствующий перечень, утверждает правительство Российской Федерации. Сюда будут включены, кстати, и так называемые опасные породы собак, хотя сразу оговорюсь, ну да, есть породы собак, которые действительно выведены там именно вот так называемые бойцовые породы, у которых снижен порог чувствительности, болевой и так далее. То есть это действительно специальные собаки, для содержания которых необходимо там определенное пройти курс дрессировки. То есть с ними нужно знать, как обращаться практически, как с оружием. Это все правильно. Но с другой стороны, вызывает у меня, например, опасение, что если правительство будет готовить этот перечень, по идее в этот перечень могут попасть любые собаки, потому что любая собака, а по статистике, кстати, укусы, покусы наносят больше всего собаки мелких пород, такие как таксы и спаниели. Интересные нюансы. Да, поэтому здесь тоже вот и таких вот нюансов в этом законодательстве, к сожалению, очень много. Ну вот указанный запрет не распространяется на зоопарки, зоосады, цирки. При этом юридические лица, которые осуществляют такую деятельность, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. Кстати, я думаю, что будет интересно, наверное, в студию пригласите тех, кто в нашем городе занимается этим, и посмотреть тоже, насколько подпали они под новое законодательство. Честно говоря, пока еще не успела даже проанализировать. В качестве мер защиты от жестокого обращения закон обязывает проводить ветеринарные иные процедуры, которые могут вызвать у животных непереносимую боль с применением обезболивания. Также запрещается натравливание одних животных на других за исключением служебных, отказ владельцев от исполнения обязанностей по содержанию животных, до их передачи в приюты или отчуждения иным законным способом торговли животными вне специальных мест. Запрещены проведения боев животных, иных зрелищных мероприятий, которые влекут травмы и увечья. Закон запрещает уже теперь законодательно кормление хищников живыми животными в местах, которые открыты для свободного посещения. И это, в общем-то, все правильно и все нормально. А также пропаганду жестокого обращения к животным и призывы. Кстати, теперь если вы решите переслать кому-то видео с любым комментарием, видео жестокого обращения с животными, может считаться, что вы такое видео, наоборот, распространяете. То есть даже если вы просто послали кому-то с охом посмотреть, что творится, тем не менее это уже тоже подпадает под действие нового закона. То есть вот, в принципе, вот это вот все хорошо. Теперь я думаю, что можно... Подождите, а у меня тут два вопроса возникают. Во-первых, правильно ли я понимаю, что деятельность так называемых притравочных станций теперь вне закона? Нет, этот закон, насколько я понимаю, не распространяется на охотничье хозяйство, на сельское хозяйство и так далее. То есть пока, видимо, там что-то еще сохранилось. Но, опять же, надо разбираться. И второй момент. Торговля животными вне специальных мест. То есть это означает, что объявление продам котенка или куплю собачку во всяких этих бесплатных досках. Теперь все это просто, ну, запрещено. Ну, по идее, да. По идее, да. Тут много чего, как выяснилось, будет запрещено. Ну, ничего себе. Поэтому давайте разбираться. Значит, прям немножко вот по статьям то, что возмутило меня, скажем так, как человека, который давно уже занимается этой проблемой. И сразу скажу, меня нельзя обвинить в том, что я каким-то образом негуманно отношусь к нашим любимым собакам и кошкам и к другим животным. Потому что, ну, во-первых, я была инициатором регионального закона о содержании собак и кошек. И если вы помните, мы продлили срок содержания этих животных на передержке, что позволило все-таки их каким-то образом пристраивать в добрые руки. Сделали первый наш муниципальный приют и так далее. И у меня дома всегда живут именно бездомные животные. Вот кот сейчас 16 лет живет, бывший беспризорник собака, бывшая беспризорница. То есть все эти проблемы я понимаю и мне тоже всех жалко. Но дальше я буду говорить уже как биолог и как человек, который знает эту проблему не понаслышке, а именно вот прочувствовав ее. Итак, вот статья третья. Основные понятия, которые используют в настоящем федеральном законе. Начнем прямо с понятий, потому что с понятиями здесь просто какая-то неразбериха. Итак, деятельность по обращению с животными без владельцев. Во-первых, появилось новое вот такое вот понятие теперь. Животные без владельцев. То есть если раньше это было животное без признаков идентификации, и все было понятно, что это животное там без чипа, без ошейника, там еще без клейма, без еще чего-то, то теперь это животное без владельца. Что значит оно без владельца? То есть владельца нет рядом с ним на настоящий момент? Или как? Или вы ловите животное и спрашиваете у него, а у тебя владелец есть? Как бы? То есть если раньше животное действительно было... То есть животное без ошейника и признаков, может оказаться животным с владельцем? Абсолютно, конечно, конечно. То есть вот сам вот этот вот термин, непонятно совершенно с какой целью его изменили. Вообще, вот если честно, у меня такое впечатление, я конечно понимаю, немножко придется поругать коллег депутатов, Я, конечно, понимаю, что те, кто достиг таких высот и в Государственной Думе уже работает, они, наверное, в школе не очень хорошо учили биологию, и потом, наверное, учились в тех вузах, где биологию не преподают, но вот не до такой же степени, вы просто посмотрите дальше почему. Итак, вот эта деятельность по обращению животных без владельцев, это деятельность, которая, слушайте внимательно, включает в себя отлов животных без владельцев, их содержание, в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, а дальше самое ключевое, возврат на прежние места их обитания. То есть вот это самое главное теперь в этом законе, то, что появилось, то, за что бились 8 лет. Напомню, мы об этом уже говорили, когда принимали региональный закон, существуют две стратегии регулирования численности безнадзорных, я буду пользоваться все-таки старой терминологией, безнадзорных животных. Это так называемый безвозвратный отлов, и это отлов, стерилизация и выпуск, как говорят, на прежние места обитания. Или, как тут еще в законе, будет в естественную среду обитания. Но мы с вами понимаем, что для собаки и для кошки не может быть естественной средой обитания город. В городе не должно быть животных безнадзорных или животных без владельцев. Их просто не должно быть по определению. Потому что если собаку стерилизовали, если ей сделали прививку от бешенства, я надеюсь, что по этому закону у нее зубы останутся на месте. В противном случае это будет жестокое обращение с животным. То есть в таком случае собака не перестала кусаться, собака не перестала быть агрессивной и еще какой-то. И таким образом мы просто эту собаку выпускаем обратно и ставим под угрозу тех людей, которые могут встретиться ей на пути. Опять же говорю, я собак люблю и кошек люблю. Но здесь вот эта ситуация просто непонятно заложена. Это просто заложенная бомба. Я потом об этом скажу еще поподробнее. Но могу сейчас сразу. В новостях каждый из нас видит новости, которые появляются очень часто. Вот прямо буквально перед эфиром. Регнум. Нападение собак на ребенка в Иваново. Возбуждено дело о халатности. Пожалуйста. Ивановские врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика, которого искусали бездомные собаки. Тем временем следственные органы возбудили уголовное дело. Часть 1 статья 239 Уголовного кодекса о халатности должностного лица. Какого должностного лица? Того должностного лица, который не отловил этих бездомных собак. Куда теперь обращаться? В случае вот таком вот. Куда обращаться людям, которых покусали собаки? А ведь посмотрите, за 11 лет, с 2001 года, в России собаки загрызли 391 человека. Это только насмерть. Это только бездомные собаки. Мы не берем собак, которые выгуливались не по правилам, там без намордников и нанесли укусы серьезные. Следовательно, в среднем собаки загрызают 3 человека в месяц или 35 человек в год. Кто-то может сказать немного, да? Но это же человеческая жизнь. И как правило, это жизнь либо ребенка, либо пенсионера, потому что взрослый мужчина, он еще может справиться с собакой. А вот не всегда, да, абсолютно не всегда, потому что собаки, они начинают жить уже по своим законам. Это животные. Это животные, которые живут по своим законам. Более того, если вы выпускаете на улицу стерилизованных животных, а мы с вами знаем, что собаки живут в стае, и в этой стае строгая иерархия, то, естественно, стерилизованное животное в этой иерархии спускается уже на несколько ступенек ниже. А что это значит? Это значит, что оно не получает доступа к корму, оно не получает доступа к каким-то еще ресурсам, и, естественно, оно озлобляется, оно просто, извините, хочет есть. Я помню в Москве, когда действовала еще там сейчас такая система, но когда действовала система вот именно отлов и возврат на прежние места обитания, я помню, как я шла по Москве и не знала, на какую сторону перейти, потому что на одной стороне было свора собак 12, я их насчитала, и на другой стороне было 6 собак. И не знаешь, как пройти, так вот там, где было их 12, они начали нападать на женщину. Женщина вышла с сумкой из магазина, потому что собаки хотят есть. Мы не можем гарантировать, что на нас никакой человек не нападет. Как можно гарантировать за собаку, что она не нападет или просто не напугает? Ведь не всякий человек знает, как вести себя с собакой, если она просто даже дружелюбие проявляет и хочет там с тобой поиграть или заинтересовалась твоей сумкой. Это точно. Кто-то начинает махать руками, кто-то начинает убегать, кто-то начинает кричать и так далее, и провоцировать еще более серьезную ответную реакцию. Это животное. Поэтому вот в этом законе, конечно, то, что вот это вот заложено, это, наверное, самое страшное. В угоду я не знаю зоозащитникам или кому, мне трудно назвать людей гуманистами и зоозащитников, которые выпускают собак на прежние места обитания, зная, что только 5% из этих собак найдут прежних хозяев с улицы. Потому что те собаки, которые попадают на улицы, они, ну вот сейчас, холодно, у нас все подъезды теперь закрыты, у нас подвалов нет, куда пойти этой собаке? То есть она голодная, она замерзшая, она с воспалением легких, с воспалением почек, она умирает. То есть, по сути дела, собак обрекают вот на такую вот медленную смерть. Насколько это гуманизм, вот, не знаю. Вопрос очень спорный. Готова поспорить с любым зоозащитником. Я понимаю, конечно, что так, наверное, жить легче, когда кто-то не усыпляет, кто-то не приводит в действие приговор, да, как можно считать, и ты считаешь, что ты выпускаешь эту собаку, и вроде как все хорошо, карма твоя чиста. Или отправляешь эту собаку вот в такие мега-приюты, которые сейчас по всей Москве. Я приглашаю всех зоозащитников съездить на экскурсию в такой приют, где содержатся тысячи собак. Они содержатся буквально там 50 на 50. У них клетушка такая маленькая, где их практически не кормят, потому что вообще на содержание одной собаки, если уже брать по нормативам, не знаю, до принятия этого закона это было 5 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем на ребенка в школе. А в этих приютах тратятся миллиарды рублей. В Москве только тратятся на содержание вот этих вот собак, потому что у них пока был вот такой вот безвозвратный отлов. То есть собаку принимали в приют, и она там, как говорят, умирала естественной смертью. Это не естественная смерть. Когда собака не может погулять, а я не думаю, что тысячи москвичей каждый день приходят и гуляют с этими тысячами собак. Когда собака стоит вот в этом стойле, иной раз даже без возможности лечь, и когда на ней экономят бюджетные средства и ее не кормят, она умирает, конечно, смертью. Только эта смерть далеко не естественная. И на этом делаются огромные деньги. И, кстати, именно по этой причине этот закон так долго не принимался, 8 лет, потому что лоббировали и с одной, и с другой стороны. Ну вот сейчас, видимо, лобби с другой стороны оказалось сильнее. Опять же, я, например, не могу понять... Давайте мы сейчас маленькую паузу сделаем, потому что нам пора порекламировать чего-нибудь. Я напомню, что в нашей студии завкафедры физиологии и зоологии Ярославского педуниверситета имени Ушинского Елена Николаевна Анашкина мы вернемся буквально через минуту и продолжим говорить о законе, который вступил в силу, был подписан 27 декабря прошлого года, и с 10 числа у нас уже действует о содержании животных. Так что далеко не уходите. Так-то по логике, та собака, которая побывала в... была отловлена, вакцинирована и выпущена, является муниципальной собственностью теперь. Город должен взять за нее ответственность. Но вот как это сочетается с животным без владельцев, статусом животного без владельца, берите на баланс такой. Самое главное, что всех собак теперь надо везти в приюты. Вот у нас по городу 5-6 тысяч. Это тех, которые бездомные, они должны быть в приютах. И плюс еще человек не имеет права теперь собаку выкинуть, то есть он обязан взять ее в приюты. Сейчас многие, кому жалко было выкинуть, они сдадут в приюты. Но нигде не написано, кто эти приюты будет содержать, на чьи средства они будут содержаться. Потому что у нас в казне таких денег нет, ни в одном российском городе. Но в Москве есть 2 миллиарда. Все. Это я вообще не знаю. Ого, у нас 7 минут остается. Компания Росстрой. Честные цены. Гарантия до 10 лет. Звоните. Надо будет в следующий раз, на самом деле, вопросы принимать. Потому что я чувствую, что вопросов, тем будет полно. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем, знакомимся с законом 498 ФЗ 27 декабря 2018 года, который вступил в силу буквально 10 января. Закон о содержании животных в нашей студии зав. кафедры физиологии и зоологии ЕРГУ имени Ушинского, Елена Николаевна Анашкина. Давайте к следующим темным местам, которые у нас есть. Все дело в том, что здесь, что не место, то оно темное. Я просто вот начала еще идти по порядку, мы даже еще с терминологией не разобрались. Терминология – дикие животные. Дикие животные, и обращу ваше внимание на и потомство таких животных. Для справки просто, как биолога, все практически домашние и одомашенные животные являются потомством диких животных. И свинья, и даже собака – это потомок волка. И так далее. То есть, понятное дело, что эти термины в первый раз применяются. Видимо, в юридической практике они не применялись. Но тогда… Вы хотя бы посмотрите, в биологии какая терминология применяется для того, чтобы этой терминологии исследовать. А та же самая морская свинка, вот я вас спрошу, она домашнее животное или дикая? Трудно сказать. Трудно сказать, потому что у нас она домашнее животное, да? А, например, в Америке это дикое животное, которое используется именно как сельскохозяйственное животное. А лабораторная крыса – это дикое животное или нет? Это та же самая… Так, возникает вопрос опять же с теми же крысами-вредителями. Да. Тоже непонятно, что они – дикие или не дикие. Потому что, вроде, помимо человека они живут и живут только вот здесь вот. Да. То есть, вот я говорю, куда не посмотришь, то прямо какой-то ужас. Домашние животные – это животные, которые находятся на содержании владельца физического лица под его временным или постоянным надзором. Тоже, опять же, теперь непонятно. Есть определение домашности животных, а домашненных животных. То есть здесь мы, опять же, выпадаем вообще из правового статуса. Я говорю, что здесь вот куда не посмотришь. Животное без владельца. Животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен. Опять же. Все. И с одной стороны запутано, и с другой стороны запутано. И самое главное – у животного не спросишь, есть у него владелец или нет. Да. Как установить статус этого животного к человеку, который отлил на улице собаку? Ну, в общем-то, видимо, как-то отдельно нужно об этом писать. Абсолютно просто. Но вот что здесь хорошо? Хорошо то, что прописано органы государственной власти субъектов Российской Федерации в праве создавать приюты для животных, обеспечивать их функционирование на территории соответствующих субъектов. То есть вот мы когда создавали наш приют, для этого мы сначала разрабатывали именно и принимали региональный закон, то есть теперь это можно делать в соответствии с федеральным законодательством. А вы говорите в праве, то есть обязанностей нет. Можно не создавать? Можно не создавать, но тогда дальше по закону вы куда-то должны пристраивать всех этих безнадзорных животных, потому что безнадзорные должны быть определены в приюты. И самое главное, забегая вперед, что теперь человек не вправе животное там выгнать или каким-то образом по-другому с ним распрощаться, а должен он сдать его обязательно в приют. То есть для того, чтобы можно было выполнять эти обязанности наших граждан, для этого должны быть приюты. То есть хотите вы или нет, приюты такие должны быть. Подождите, тут опять же, вот я чисто технической стороны не понимаю, как поступить человеку, который условно хочет избавиться от собаки. А вот смотрите. Он типа должен сдать ее в приют, но приют не обязан ее принимать. Слушайте. Глава 3. Требования к содержанию и использованию животных. Пункт 2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного. То есть он обязан передать владельцу. Да. Вопрос, обязан ли приют ее принять, собаку эту. Потому что если у нас нет муниципального приюта, а его по факту в Ярославле нет. Вы задаете правильные вопросы. На них я, к сожалению, не могу ответить. Я как тот, помните, сатирик, который говорил там, не понимаю, не понимаю, не понимаю. Вот я читала пункты и я тоже не понимаю. Вот у меня есть дисциплина «Право и правовые основы охраны природы». В университете я ее преподаю. Вот в рамках этой дисциплины у меня студенты выполняют творческое задание. Они разрабатывают закон. Для этого они изучают проблему какую-то, сами выбирают любую проблему, изучают эту проблему, как она в стране существует, изучают законодательство и пишут сами законы. Начиная вот прямо с самых азов, то есть с тех понятий, которые они будут применять. Так вот я вам должна сказать, некоторые студенты пишут законы лучше, чем вот этот, который здесь написан. Потому что, конечно, к этому закону я думаю, что сейчас вот даже наше обсуждение, и я думаю, что следующую передачу мы посвятим еще разбору вот этого закона и обсудим это с радиослушателями. Я думаю, что будут сейчас еще общественные обсуждения. К этому закону будут разрабатываться подзаконные акты. Всеми, то есть и субъектами, и правительством, и так далее. И я думаю, что вот в этих подзаконных актах, вот эти моменты, о которых мы говорим, они каким-то образом должны все-таки решить. Потому что если не решить, то ситуация усложнится очень. Ну, например, сейчас мы не имеем права уже выгуливать собак вне специально отведенных для этого местах. В принципе, в региональном законе в нашем это тоже самое было. Но с другой стороны, например, город Ярославль нуждается в более чем 300 площадок для выгула собак. А у нас их всего, вот если мне не изменяет память, 12 или 15. Может, сейчас еще вот побольше сделали. А тогда куда? А тогда как? Хороший вопрос. Да, то есть когда... Мы все время говорим, что закон должен быть. Да, никто не спорит. Он должен быть обязательно. Но любой закон должен давать возможность гражданину выполнить этот закон. То есть куда бежать и что делать? Исходя вот из того, что у нас звучало, закон должен давать ответы, а не ставить вопросы. Абсолютно. У нас мало времени остается. Хочу сказать еще, чего нет в этом законе. В этом законе нет самого главного, за что бились и начинали биться 8 лет назад. В этом законе нет регистрации домашних животных. Это как раз к тому, что как мы узнаем, владельцем он или без владельца. Нет регистрации домашних животных. Регистрировать здесь должны только приюты. А вот хозяин регистрировать не должен. И то есть по идее, хотя здесь и прописано, что если он хочет отказаться от животного, он обязан сдать его в приют. Но он может выгнать его на улицу, и никто не узнает, что это бывшее его животное. Потому что на этом животном нет ни чипа, ни клейма, ни других способов современных идентификаций. То есть все, мы приходим опять к ничему. Он вроде как с одной стороны обязан куда-то его сдать, но с другой стороны никто его не схватит за руку. Потому что у нас и структур-то таких нет, которые хватает за руку, и пожалуйста, можно выгонять, и животное это будет так и называться, без владельца. Поэтому, вот кстати, статья 11. Защита животных от жестокого обращения. Отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения приюта для животных или отчуждения иным законным способом. Это вот таким образом при обращении с животными не допускается. То есть не можем мы отказаться от животного. Но опять же, а кто знает, это ваше животное было или нет? Понятно, что если животное имеет признаки породы, вот как было в первых вариантах этого закона, если вы действительно видите породистую собаку на улице, то понятно, что где-то там у нее был хозяин. Если вы видите там ошейник, чип и так далее. Но ведь это может быть просто какая-то бывшая и бездомная собака. У нее был хозяин, и может он ее потерял. Просто-напросто. То есть вот здесь вот опять... Цель неразрешимых противоречий тут у нас опять порождается. Абсолютно. 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 Давайте вот мы просто сейчас здесь договоримся, что следующую программу мы посвятим специально анализу того, что здесь написано. Тем более, что за прошедший месяц, возможно, уже появятся какие-то комментарии. Я надеюсь. Да. Пока что комментарии зашкаливают в эмоциях просто. Да. И мы будем отвечать на те вопросы, которые возникают в связи с новым законом о содержании домашних животных у наших слушателей. Потому что вот я сегодня два очень банальных вопроса задал, очень простых, которые совершенно лежат на поверхности. Но я уверен, что у наших слушателей таких вопросов будет миллион. И мы вот в зависимости от того, что это будут за вопросы, будем либо относить их к неразрешимым, либо пытаться как-то комментировать, исходя из Ярославского регионального закона. А если учесть еще, что те люди, которые помогают диким животным теперь вне закона, и у них этих животных могут конфисковать, то есть у кого дома живут совы однокрылые, там лисы без лап и так далее, то я думаю, что здесь будет нам о чем поговорить. Да. Это будет первый понедельник февраля. В нашей студии, как сегодня будет завкафедра физиологии и зоологии ЕРГУ имени Ушинского Елена Николаевна Анашкина. И большое спасибо. Будем продолжать с этой темой пытаться работать. Будем надеяться, что восторжествует все-таки здравый смысл. Да, да. Будем его искать во всем написанном. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Малышки какое-то. Прорвались везде двоечники просто. Это вообще. Которые, я говорю, читаешь, и самое главное, вот в этом я разбираюсь, да. В другом в чем-то я не разбираюсь, но ведь везде одно и то же. Вот точно так же сейчас расшибаются ветврачи. Перед Новым годом еще по ветврачам сделали такое законодательство, что им теперь вообще хоть практику закрывай. Таким же образом там какие-нибудь архитекторы об потолок расшибаются. Да. И это главное все времен римского права. Что закон, это прям вот основа, фундамент, не должен допускать ни ясного или ни точного толкования. Что любая фраза должна толковаться однозначно.